Понятие вор в законе появилось в 30 годах. Эти люди были неформальными руководителями преступного мира. Они являлись своеобразными третейскими судьями в криминальной среде. Хранили воровскую кассу взаимопомощи так называемый общак. В ту пору жесткие воровские законы накладывали на воров законников серьезные ограничения. Криминальные лидеры должны были не вступать в какие-либо отношения с государством, не жениться, не работать, но иметь при этом богатый лагерный опыт. Таких людей описывали Александр Солженицын и Варлам Шаламов. В тюрьме не принято все то же самое, что и на свободе среди нормальных людей. Разница лишь в том, что на свободе недостойный поступок кому-то может сойти с рук, а в тюрьме он никогда не останется безнаказанным. Тюремная жизнь сурова, но справедливости в ней больше, каждый получит то, что заслужил. На протяжении всей истории советская власть боролась с воровской идеей и всячески преследовала ее приверженцев. Воров компактно содержали в спецзонах для особо опасных рецидивистов и массу арестантов от их влияния всячески ограждали. Даже те, кто часто и много сидел, могли за всю жизнь не увидеть ни одного вора в законе. В советское время воры в законе были сугубо тюремным явлением и вся жизнь их протекала там. Строго говоря, вор в законе сидел в тюрьме потому, что это был его дом. От сидеть к середине 80-х годов без выхода по 30 и более лет среди воров считалось нормой. Пример тому Владимир Бабушкин, Вася Бриллиант, Василий Бузулутский, Александр Кочев, Васька Корж, Анатолий Донцов, Донец, Виктор Сидоренко, Кукла, Зурав Цинцадзе, Зури и другие. Пребывание вора в законе на свободе, практически, не имело для него смысла и даже считалось серьезным проступком, отклонением от норм поведения. Не имея ни семьи, ни дома, вор в законе на свободе был обречен вести кочевой образ жизни, скитаться, бродяжничать. Если вор в законе подолгу задерживался на одном месте, его могли заподозрить в связи с милицией. В преступном мире власть воров в законе не ограничена ничем, однако уклад их собственной жизни полон ограничений. Все самые строгие нормы поведения воров проистекали из одного главного принципа несотрудничества с властью. Вору были запрещены любые контакты с властью как на свободе, так и в заключении. Поскольку в СССР все принадлежало государству, вор не имел право работать, служить, состоять в общественных организациях. Запрет распространялся даже на чтение газеты или боление за национальную сборную. Исходя из того же, вор не мог иметь ничего легального, семьи, собственности, места жительства. Также вору было запрещено признавать свою вину, давать показания или выступать свидетелем в суде. Вор не может быть в законе. Вор не может быть в законе, честный, правильный вор все бесчисленные нельзя предписывались ворам в законе ради всего одного можно решать человеческую судьбу. Главная функция вора беспристрастные разрешения любых конфликтов. В принятии решений вор самостоятелен и за правильность каждого несет личную ответственность. Никто не в праве указывать вору в законе, как поступить. Решение его не подлежит обсуждению. Его не может отменить даже другой вор. Чтобы заслужить право вершить над людьми суд, вор с детства должен был не запятнать себя ни малейшим бесчестьем, ложью, подлостью, трусостью, предательством или неверностью данному слову. Вор не имеет право пройти мимо чужой беды и несправедливости, даже если это угрожает его жизни. Готовность принести себя в жертву ради торжества справедливости и блага других окутала воров ореолом мучеников. Грузии, начиная с 50-х годов, воровская идея стала красивой сказкой для тех, кто не хотел работать. Исходя из этого, прерогативой один стал общак. Если в России общак был сугубо внутренним уголовным понятием, то в Грузии воры обложили данью всех, кто зарабатывал нечестно или утаивал доходы от государства. После того, как грузинские воры не погнушались обирать даже рыночных торговцев, в России их презрительно прозвали лаврушниками. Если в России вор мог разбирать только конфликты между преступниками, не преследуя личного корыстного интереса, то в Грузии существенным источником дохода воров стал арбитраж дельцов подпольного рынка. Чем плотнее становилась эта связь, тем более истончалась грань между теми и другими. Со временем, воры стали не гнушаться коммерции, а коммерсанты, изрядно пополнявшие общак, были в праве сказать, что делают для воровского гораздо больше, чем любой преступник. После того, как в Грузии, раньше, чем где бы то ни было, расцвела теневая экономика, доходы от нее широкой рекой потекли в местную воровскую казну. Когда вокруг все стали обогащаться, грузинским ворам стало стыдно быть бедными, поэтому они перестали придавать значение тому, откуда к ним приходят деньги. Соблюдение классических воровских законов в такой атмосфере становилось все более обременительным. То, что в России считалось у воров неприемлемым, в Грузии становилось нормой. Сначала, при наличии постоянного дохода, отпала необходимость лично совершать преступление. С ней исчезла причина садиться в тюрьму. Воры поселились в своих домах, обзавелись семьями и богатством. Вскоре воровская корона, гарантировавшая материальные благополучия, стала объектом наследования от отца к сыну и даже предметом купли-продажи. На смену одиночкам-бессребренникам пришли несудимые воры, повязанные родственными узами и совместным доходом. Есть ряд примеров, когда честно отсидевшие в России грузины, вернувшись на родину, добровольно складывали с себя полномочия, не желая иметь с ворами новой формации ничего общего. Еще одним атрибутом элитарности грузинских воров Столопий. Нетрудно догадаться, с чьей высокой подачи, в 70-х годах готовые к употреблению ампулы с гидрохлоридом морфина в избытке появились в тюрьмах и зонах Грузии. Начиная с поколения 50-х годов и вплоть до нашего времени почти все грузинские воры наркозависимы. Мало кому из них на этом пути удалось не потерять себя. Ситуация поменялась в начале 70-х годов, когда до воров впервые снизошел КГБ. Сотрудники КГБ конфиденциально встречались с наиболее видными ворами того времени с целью их вербовки. Воры, тайно согласившиеся сотрудничать с КГБ, не переходили на другую сторону баррикад, а продолжали именоваться ворами. После того, как, фактически, опекаемые властью суки присвоили себе имя вора, участь несговорчивых стариков была предрешена. В 1985 году на зоне был зверски убит живая икона воровского мира Владимир Бабушкин, Вася Бриллиант. Перед смертью он сказал «Братва должна понять, что нам грозит разложение. Нас хотят натравить друг на друга. Наша позиция пришлась не по вкусу политическим». В 90-е годы воровская идея исчезла. Воры массово стали лезть в бизнес. В этом своем стремлении они нашли противников в лице не только бандитских группировок, но и своих собратьев. Многие места заключения оставались без помощи. Общак стал собираться исключительно как средство обогащения. Между ворами постоянно идет борьба, а иногда и война.